Так быстро сел, идиота, кусок! Я тебе похихичу! Значит, все идиоты собрались! Вижу! Значит, все учителя тут? Да! В небе звезда! Не ожидали меня увидеть! Фигулю под ноздрюлю! Я теперь знаете где? Где? Ты еще скажи в Канаде! Идиотке кусок! Я сейчас работаю в Гаргавне... В Гаране! Контролирую работу этих, как их, педагадов! Педагогов! Так, еще раз спрашиваю! Все педагоги собрались! Дорогие педага... Гады! Буду начинать вам мозги вправлять! Ты что заохал? Куда ты поперлась? Я тоже хочу! Все! Хорошо, только по-быстрому! Поменяла бамперсы и села! Все! Не крути! Иди спокойно! Я понял, я понял, что ты биологию преподаешь! Иди-иди-иди-иди! Я пока и с этими идиотами пообщаюсь! Значит, дорогие мои, чему должны учить детей в школе? Знания! Герасиму и Муму, иди уже! Повторяю вопрос! А детей чему должны учить в школе, спрашиваю? К какому маразуму? Правильно, предметам! Я вижу, что тебя учили предметам! Тяжелым предметам по голове! Учили знаниям! Значит, идем по списку! Математик у нас тут? Тут! Тебе эллипсы не труд? Пинь-пинь-день-куляр! Фамилия Косинус! Косинус, хохол, что ли? Так, быстро отвечай мне тангенса, кусок! Сколько будет? Шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста тридцать два, разделить на сорок три тысячи четыреста сорок семь! Твоя зарплата! Молодец! Больше тебе не прибавят! Вот, видишь, а чё ж ты детям такие вопросы с такой зарплатой задаёшь? Ты понимаешь, что в математике должно быть всё просто! Ты понимаешь? Просто! Угол! Тупой! Числитель! Число! В знаменателе! Знамя! А этот идиот! Говорит, найдите мне, дети, биссектрису! Откуда они, идиот, знают, какую тебе надо? Они ж побежали её искать на ленинградской шоссе! Да вы этими биссектрисами все обочины забиты! Мои сердечные нервы уже просто не выдерживают! Значит так, кто химию преподает? Я! Хвост от соловья! Спрашу, химик тут? Тут! Сполосни сосуд! В качестве фамилии я колба-ретортов на пробирку! Ого! Это по мужу! А по матери? Щёлочь! Я сейчас с ума сойти! Так! Вы уважаемая колба-ретортовна женщина! Поэтому я не могу вас назвать идиотом! Я вас назову идиоткой! Какого, какого хлора вы рассказываете детям про какую-то царскую водку? В алкоголичка? Вот она, смотри мне! Нет? Ты понимаешь? Как детям рассказывать про царскую водку? Она ж дорогая! Ты понимаешь? Детям надо рассказывать про дешёвую! СМЕХ Понимаешь? Вот хочет ребёнок пить, пошёл, выпил из-под крана этот идиота кусок маленький! Ты про водку! Какая формула воды? Говори быстро! Быстро! А два О! Вот! А формула водки аж сто пятьдесят РО! Разницу чуешь? Эта количка бешеная так! Географ где? Здесь? Здесь! Указку в трусы повесь! Здесь! А так не скажешь! Географ, а по виду вылитый ботаник! Смотри! Фамилия значит Пржевальский! Молодец! Пробовал эту лошадиную колбасу! Нормально! Ты чё делаешь? Идиота кусок! Послушайте! Это ж надо такое сморозить! Антарктида находится на юге! Вот она соображает! На юге! На каком юге? В Антарктиде у нас чё? Пингвины! Пингвины! Ну вот! В мозгах у тебя пингвины! В Антарктиде... Я проще задам вопрос! Холодно или жарко? Так как может быть холодно на юге? Так как может быть холодно на юге? Логика у тебя есть? Холодно на севере! Тебе трудно запомнить идиота кусок! Тепло значит юг! Холодно? Надо выпить! Всё просто! Значит дальше! Биологию кто преподает? Где биолог? Туалет! 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 Я знаю! Видел! Пошла свои пестики с тычинками перебирать! Кстати! Тычинки на пыльца пестикову надо! И, впрочем, с такой фигурой преподавать биологию можно без наглядных пособий! Дальше идём! Физик! В амперметр залез! Здесь! Физик! Фамилия! Портвейн! А! Эйнштейн! Я знаком с твоей теорией относительности? Да, знаком! Это же вот это, да? Один волос на голове – это мало, а один волос в супе – это много! Знаю! Молодец! Но теперь серьёзно! Вот знаете, чё? Чё в физике главное? Главное в физике, шо от неё произошла самая главная наука в мире! Физкультура! Вот! За что я спокоен, товарищи педагоги, вот в школе? Это за физкультуру! Зашёл физкультурный зал! Главное, что там есть – это козёл для вольных упражнений! И, знаете чё, поверьте моему богатому педагогическому опыту, «Если в школе, дорогие мои, есть хотя бы один козёл, за будущее детей мы можем не волноваться!» «Спасибо за внимание, товарищи педагоги!» «А ты сиди!» «Вперёд на физкультуру!» «Сейчас будем урок географии начинать!» «Так, весь класс собрался!» «Нервы мои сердечные расстраиваются!» «Все пришли доводить!» «Так, дежурный!» «Это что за гадость на доске сзади меня написана?» «Дежурный!» «Почему на доске написано «Спартак чемпион?»» «Быстро стёр гадость!» «Пиши!» «Динамо чемпион!» «Так, тема урока!» «Канада!» «Да...» «Канада!» «Так, кто скажет, кто...» «Кто скажет, где находится Канада?» «Кто скажет, где находится Канада, получит пять!» «Кто сказал, пендалей?» «Пять баллов?» «Так...» «Так, идиоты!» «Ещё раз вы мне плюнете из плювалки!» «Я плюну так, что захлебнётесь!» «Никто не хочет!» «Пойдём под списку идиотов!» «Вещмешко!» «Вижу!» «Где находится Канада?» «Ты кому звонишь?» «Ты кому звонишь?» «Папе!» «Откуда он знает? Он у меня учился!» «Садись, два!» «Садись, два!» «Садись, два!» «Никто он соседа дотыкался, он уже без сознания!» «Шо?» «А, это он спит!» «Это он спит!» «Спит, да?» «Доброе утро!» «Доброе утро!» «Садись, Березовский!» «Березовский!» «Где находится Канада?» «Ты...» 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 «Кому огрызаешься, идиота кусок?» «Да я таких, как ты, на указки вертел, понял?» «Садись, два!» «Придешь с отцом завтра!» «Я не волнуюсь, что его ФСБ ищет!» «И придет?» «Поставлю два!» «Кто у нас дальше по списку?» «Здоровый!» «Я здоровый!» «Болеет?» «Нову сломала болезнь Боткина, да?» «На что только они идут, чтобы не знать про Канаду, а?» «Так, что у нас?» «Так, новенький идиот!» «Новенький идиот, фамилия...» «Репин!» «Ну и Репа!» «Как же, видел твои картины?» «Видел картины в третьей колке?» «Видел! Все хорошие картины, большие!» «Всё, для начала садись, два!» «Под класс кретинов, а?» «Кретинов сядь, идиот!» «Так, следующая жертва...» «И...» 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 «Отспомнили её!» «И...» «И...» «Сядь!» «Нет, встань!» «Ещё раз сядь, встань!» «Ты чё рыдай!» «Где находится Канада, я тебя спрашиваю?» «Глаза смотреть, я сказал!» «Глаза мне смотреть!» «Не свои левые, правые в мои!» «Так, поднимите его молот с пола!» «Поднимите её!» «Дайте им шатырный спирт!» «Нюхай, дура, а не пей!» «И не смотри на меня, как таракан до тапок!» «Села!» «Два!» «Вот класс кретинов!» «Кретинов сидеть!» «Дальше!» «То у нас ещё не знает, где находится Канада, а?» «Горбатых!» «Я сказал горбатых!» «А, горбатых!» «Внимание, горбатых!» «Ты мне сердечные нервы не расстраивай!» «Слушай внимательно, горбатых!» «Где находится то, что спасёт тебя от двойки?» «Ну, дай мне карту!» «Ты чё, мне кого дутянешь?» «Карта в шкафу!» «Горбатых, где твой брат, этот идиот, Сутулых?» «Сутулых, рядом, вижу!» «Сутулых, ты чё, скис, как будто кефир домик в деревне!» «А, вот идиот, он же не знает, где находится Канада!» «В прошлый раз Горанос спросила, на чём Ломоносов приехал в Москву!» «Вот знаешь, что сказал этот идиот?» «На метро!» «Таак, сковород Роткин!» «Найди мне на карте Канаду!» «Ты чё, на меня уставился?» «Найди Канаду!» «Бери карту!» «Подойди ко мне, я сказал!» «Подойди ко мне!» «Что на карте написано?» «На карте написано, читай!» «Карта Московской области!» «Идиот!» «Тут же карта России нужна!» «Ой, вот доведут учителя!» «Давай быстро накапай мне волокардину!» «В шкафчике волокардин мне!» «В волокардину быстро!» «Я три дня потом спать буду, мне за это ничего не будет!» «Давай армянского волокардина 500 капель!» «Так, не хочешь, не надо!» «Так!» «Вот, шо, кретинов!» «Кретинов!» «Вспомнил!» «Молодец!» «Вот у Мищи, у кретинова, смотри!» «Семи пяток во лбу!» «Ну, скажи всем!» «Скажи всем идиотам!» «Где находится Канада?» «На глобусе!» «Молодец!» «Тут есть два!» «Вот, мне просто уже надо врача!» «Я тебе вызову ветеринара!» «Извери, кровопийцы!» «Они не знают, где находится Канада!» «Расстраивают мне сердечные нервы, эти идиоты!» «Чтоб я, физрук!» «Ещё раз согласился вести вашу эту географию!» «Идиоты!» «Вы мне сейчас ещё на литературу пойдёте!» «Будете читать Пушкина!» «Дядю Стёпу будете вы меня читать!» «Скажи-ка, дядя ведь недаром!» «Москву спалили перегаром!» «Соскучились по учителю!» «Класс встали, когда с вами учитель разговаривает!» «Да не на колени встали!» «На ноги!» «Сидеть!» «Значит так!» «Сиди смирно, идиота, кусок!» «Так как ваша училка по-русскому опять кого-то рожает!» «Урок русского языка буду вести я!» «Я неправильно сказал! Языка!» «Языка и литературы!» «В школе ремонт!» «Поэтому урок пройдёт в кабинете биологии!» «Где скульптуры учителей?» «Это чучела зверей!» «Коноплястик из дыкунчик!» «Пупырчатый рлохвост!» «Мурлогрыз необыкновенный!» «А это что за чудовище?» «А это ты, Упыренко!» «Ну, Упыренко!» «Ну, Упыренко!» «Ну, перескажи нам, что ты прочитал за лето!» «Давай!» «Три тысячи шестьсот триста двадцать!» «Хорошо!» «Две тысячи семьсот тридцать два!» «И семь тридцать семь порук двадцать!» «Ты что, ценники читал, идиота, кусок?» «Два!» «Я сказал, прекратили курить гербарий!» «Приступаем к занятиям!» «Сочинение!» «Как я провёл это!» «То есть лето!» «Как я провёл это лето!» «О, галлюциногенов!» «Ты можешь не говорить, как ты провёл лето!» «Вижу!» «Значит так, идиоты! Рассказываю, как пишется сочинение!» «Сочинение пишется буквами!» «Буквы состоят из алфавита!» «Алфавит В-Е-Ю-О-У-У» «Бягкий знак – жёсткий знак!» «Видите, сколько букв? Целых... «Несколько!» Не, я, конечно, многие бы убрал. Оставил бы самые нужные. Три! Ёпарасте! Молодец, безуминка, понимаешь, учителя? Ты куда тянешь... Куда ты тянешь лапы, Тигра-Крысин? Это же экспонат! Это же пупырчатый ролохвост. Значит, класс, я предупреждаю. Кто тронет ролохвоста, станет на полку вместо него. Ролохвостом. Значит, кто тронет у меня уткауха, станет уткаухом. Кто только что трогал рака? Ученички, идиоты, я же сказал, не курить гербарий. Он из пластмассы. Кто сказал, уйди, глюк, мне в затягку? Идиоты. Так, Бэйем Вухин. Балбес, отвечаю на вопрос мне. Кто написал книгу фон Визина «Водоросль»? Отвечай, не грози ногти. Венера Миловская тоже грызла. Видела, что с ней стало? А увлеклась? Между прочим, это экспоната ногти. Это ложноусиковый слономух. Огромная двойка тебе, Бэйм Вухин. Вот такие одни, вот. Кстати, класс. Сюрприз. Скоро мы переходим на десятибалльную систему. Да. Да. Десять баллов будут равняться пяти двойкам. Вот так. Сейчас буду говорить знания. Ментовская. А, то есть, каменская. Ну, что ты пишешь, как курица-гриль лапой? У нас даже звери писать умеют. Идиоткий кусок. Я книгу видел. Лев написал «Зверь». А написал «Толстый». Книга называется «Ванна Каренина». Ну, да, мужик один в ванной сидел. Ну, и он все тут. Раз, его трамвай переехал. Значит, рассказываю. Боевухин мне это все... Боевухин? Значит, ты что там на парте рисуешь? Идиота кусок. Какой треугольник? Какой треугольник с пяти углами? Это же квадрат. Или по наукоемкому параллельно пипет. Мне нравится. Грузинский художник Ван Гоги. Кто... Кто скурил гербарий? Кто скурил весь гербарий вместе со стендом? Идиоты с чучелами скурили. Я вам так скажу, мои дорогие детишечки. Быстро собрали выкуп. По 26.50 сноса. Буратинов с твоего 80. Ты не ковыряйся в носу. Ты там что, деньги ищешь, что ли? Значит так, класс. Сейчас, чтобы вы больше у меня ничего не ломали, следующий урок литературы пройдет в физкультурном зале. Там нечего ломать. Вот. Урок будет вести ваш физрук. Человек умный, честный и порядочный. Кто сказал идиот? Я вам сейчас устрою. Быстро собрались. И бегом домой готовятся к следующему занятию. Будем завтра проходить творчество. Добрый вечер. В эфире программа «Кто хочет стать миллионером?» И я, ее ведущий Максим Галкин. В прошлой игре мы остановились на вопросе отборочного тура. Вопрос звучал так. Расположите эти цифры в порядке возрастания. Один. Два. Три. Четыре. Единственный, кто это сделал правильно, оказался популярнейший артист нашей эстрады Владимир Вина... Нормально я расположил? Не надо аплодисментов. Вот. Ну, я вообще всегда нормально всех располагаю. Особенно женщин. Ну, давай, Максимка, спрашивай. Ну, давайте тогда первый вопрос... Подожди с вопросами. Максимка. Вот я народный артист. Хочу задать вопрос от всего народа. Спокойно, собирись. Ну, Максим, у тебя с пугачихой было что? Владимир, я вас не понимаю. Все понимают, а он не понимается. Ну, значит, вот. Ну, с Алкой у тебя ничего? Хорошо. Молодец. А с Филиппом? Владимир, ну, вы знаете, с Филиппом даже у Аллы Борисовны ничего. Правильно. Конечно, потому что, ну, она же только к нему, это... Ну, и... А, ну, все же знают, что он, это... Ну, все время на гастролях. Вот. Ну, давай, Максимка, мне вопрос. Только сразу на 32 тысячи, что у меня незагираемая сумма была. Вот. Ну, хорошо, для вас мы, Владимир, тогда сделаем исключение. Итак, вопрос на 32 тысячи. Стоп! На этом вопросе я останавливаюсь. Давай бабки, и я пошел. Владимир, ну, Владимир, ну, а как же вопрос? Ну, если вопрос, тогда это уже не 32 тысячи, понимаешь? Это уже 50 на 50. Ну, в смысле, 50 штук берешь, на них 50 сверху кладешь и свободен. Ну, в смысле, тогда я пошел. Понял? А, нет, ну, что же, тогда, какой вы хотите вопрос? Ну, мне вопрос нужен такой, чтобы я на него знал ответ. Хорошо, ну, продолжите известную песню Льва Лещенко. Из полей доносится что? Налей, папа не пей, пить пей, но дело разумей, или голубая луна всему виной? Ну, Максимка, я выбираю звонок другу. А, кому? Герасиму и Муму. А я что, кому? Моему другу, Левку. Давай, забирай его телефон. Алло, алло, Лев Левьянович, здравствуйте, с вами говорит Максим Галкин. У меня в гостях сидит ваш друг Владимир. Скажите, это Владимир Владимирович? Нет, Владимир Винокур. А, ну тогда это просто, это просто вовщик. Подожди, Левка, давай быстро отвечай. Времени нифига нету. Давай, отвечай. Что у нас с тобой доносилось с полей? Ну, ты знаешь, царик, я вспоминаю, что у нас с полей до дачи ничего не доносилось. Мы все выпивали по дороге. Ну, я тебе сказал, ты пой, ну, времени в обрез. Ну, хорошо, только для тебя, царик, вот это давай, знаешь. Ты помнишь, плыли в вишине, и вдруг погасли две звезды. Итак, ваше время истекло. Ваш ответ, Владимир. Ну, ответ очевиден. У Левки маразм. Ну, что же. Подожди, Максимка, игра окончена. Давай миллион, и я пошел. Подождите, ну, а как же игра... Нет, я сказал, давай миллион, и я пошел. Куда? Баншлаг. К ревине. Потому что она вот, как ты, дурацких вопросов не задает. И что бы я ни сказал, она всегда смеется, как сумасшедшая. Понял. А знаешь, почему? Нет. Потому что есть народная мудрость. Смех без причины, признак ревины. Ну, Владимир, неужели вы так и уйдете, не порадовав наших зрителей каким-нибудь смешным номером? Нет, ну, я тебе лучшее случай из жизни расскажу. Кстати, про Регину. Мы как-то пошли с Левкой в баню. Отдохнуть. Заодно и помыться. Ну, ты представляешь, только залезли в парилку, и раз, и на мыле посыднуется. И, ну, хорошо, лег, рядом был. Я сразу раз, и успел схватиться. Ну, вот, в общем, такой случай у меня был. Подождите, а при чем же здесь Регина? Ах, как при чем? Ты что, не понимаешь? Пошел бы с Региной. Всю башку разбил бы нафиг. Все, спасибо. Игорь Христенко. Молодец. А вот слабо сделать одного певца? Попробовать хотя бы. Да, этот подонок, он провоцирует вас. Это жалкая провокация сейчас будет. Какого певца я должен? Сам певец. Какого певца, Ленчик? Ну, какого ты можешь? Вот у меня любимый певец Александр Градский. Ну, вот такой у меня вкус странный. Вот можешь сделать Градского? Ну, Градский для меня кумиром был всю жизнь. И остается Градского сделать. А можешь Баскову сделать? Ну, просто показать Баскову. Баскову. Спасибо. Обалдеть, пожалуйста. Градский. А Градского? Градский. Нет, но, посмотришь, если бы он спел сейчас... Вот у меня любимая, у него есть песня фантастичная. Помните вот это? О, ну, это из первого его альбома. Это Градский. Градский после гастролей на севере, да? Ну, давай. Нежный запах тумиров Порождает сладость грез Всегда ни зов не было. Давай, ну дальше пой. И поэтому на сцену выйдет Градский. Субтитры создавал DimaTorzok Александр Градский. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. В эфире моё ток-шоу «Ваще без комплексов». АПЛОДИСМЕНТЫ Тема нашего сегодняшнего ток-шоу «Культура и этика». Быть культурным – это очень важно. Конечно, все мы здесь культурные люди. Культура, интеллигентность. Это главные качества любого человека. Когда я вижу бескультурье, я... Я негодую. Да. А вид бескультурного человека вызывает у меня просто ужас. Так, а где моя сумка? А, вот она. Вот я всегда веду себя культурно. А я себе не позволяю даже малейшего бескультурья и бестактности. К сожалению, многие в нашем обществе бескультурны. Слава Богу, что меня культуре обучали с детства. Я выросла культурным, интеллигентным человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще, я любого могла бы научить культуре. Но надоело. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты зараза. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вообще вам так скажу, девчонки. Я бескультурных людей вообще поубивала бы. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что бескультурные... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Люди, они разлагают наше общество. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А знаете, что я сейчас подумала? АПЛОДИСМЕНТЫ Чувствовать себя некультурным... Это ж комплекс, правильно? Ну? Да. А как передача моя называется? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну! Поэтому... Ну и эту культуру в баню! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не про тебя! АПЛОДИСМЕНТЫ А вот... Ой, в четвертом ряду сидишь. Раз, два, три, четыре! Чё ты покраснела? Ты такая красавица, а? А можешь выйти ко мне? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, я здесь проскочу. Да, да, я к тебе иду. Ну, пойдем со мной. Ну, пошли. Ой, ты такая красивая. Девочки, поаплодируйте нам. Ну, смотри, какая красавица. Ну, слушай, какая же ты. Был бы я мужик, я в тебя влюбился. У тебя как замок? Аня. Аня, а меня Игорь. Лола. Слушай, давай посидим, а? Садись. Садись рядом со мной. Вот. Да что ты меня стесняешься? Слушай, а давай обнимемся? Ну, мы с тобой женщины. Да? Ну, давай обнимемся. Давай. А я первая, да? Ну, давай. Как подружки, ты у меня. О-о-о. Слушай, ну, какая же ты красивая, а? Слушай, ну, ты меня не стесняйся. Я же такая женщина, как и ты. Я же вот... Я же утром, как и ты, вот, встаю, зубы чищу, умываюсь, бреюсь. Брови выщипаю. Ну, знаешь, если я два дня брови не выщипываю, они у меня становятся, знаешь, как у этого... Дорогие товарищи, да. Слушай, а я тебе сейчас фотку покажу. Я однажды две недели в салон не ходила. Смотри, заросла как вам, видишь? У тебя такая фигура потрясающая, а? Ой, а как ты себя в такой форме держишь? Слежу. Вот, видишь, а за мной следить, следить некому. Я отжимаюсь, смотри. Вот так вот. А мужики смотрят, говорят, о, лолка дает, а. Слушай, а ты колготки вообще носишь? Да. Сколько, Дэн? Двадцать. Двадцать, а я сто, смотри, видишь? Шепшерсть не торчала. Слушай, а ты вязать умеешь? Нет. Ну что ж ты, вот, я тебя научу, ты чего? О, смотри. Знаешь, так успокаивает нервы. Ой, приходишь куда-нибудь. На, подержи микрофон. Вот, смотри. Ничего сложного. Вот, смотри, видишь? У меня здесь изнаночная, с этой стороны лицевая. Взяла, села в уголочек, одну спицу сюда. О, внимательно смотри. И поехали. Раз, два, три. Сидишь себе, вяжешь, наяриваешь. Вот. А скажите, хоть одного мужика видел, который умеет вязать? Не, а я умею. Слушай, а знаешь, с какого я года? Не с какого. С 39-го. Я с 39-го года, ага. Просто я все время подтяжки делаю. А, видишь? У меня вот там узел на спине, кожа так собрана. Тут так вот все затянули. Ага. Вот тут вот веревочка, видишь? Вот дерни, попробуй. Ай! Что ты наделала? Затяни. Затяни. За еще, 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 еще. Я так перекидула. Ослабь, ослабь. Хорошо. Слушай, вообще, я тебе так скажу. Вот мужики, да, вообще они твари бесполезные, конечно. Ага. Я вчера одного прошу. Слушай, помоги мне сумочку до дома донести. Он говорит, ой, тяжело. Охренели там тяжело. Два мешка цемента. Ага. А другой говорит мне, слушай, говорит, хочешь шампанское выпить? Я говорю, хочу. Он говорит, купи, выпьем. Вообще, я в мужиках так разочаровалась. Я тебе, вот вообще, вы знаешь, поскольку мы с тобой подружки, ну, какая-то горячая. Можешь прямо вот сейчас в микрофон сказать? Все мужики бяки. Все мужики бяки. Ты что, с ума сошла, что ли? Ну вот, слушай, вообще, вот мы с тобой женщины. Мы красавицы. Нас мужики должны вообще носить на руках. Тебя на руках кто-нибудь носит все время? Нет. Вот видишь, вот, что нам после этого с женщинам остается? Только носить друг дружку. Все, пошли. Давай, вставай. Верим. Хорошо, тогда я тебя, давай. Придержи там снизу. А то в первом ряду армяне сидят. Вот, мужики, я вам скажу, вот, ради чего вообще мы с женщиной любим друг дружку. Есть в зале хоть один мужик, который возьмет ярдарку? Возьмите. Ну? Никого нет, даже тот, который с тобой пришел. Это папа. Папа, возьми дочку. Отец, я к тебе иду. В Берлине то было в городе, Там, где ганцы живут, да дитрихи. Там на улочке неприметненькой Жил советский разведчик Штирлицта. Он, мужчина, был сам хорошенький. К нему женщины так и клеились. А он ласковый их так К выходу. Потому что любил только родину. А задача его была трудная. Обмануть он был должен Бормана. Шиленберга запутать с Мюллером, Чтобы они запутали Гитлера. А радистка она ведь Женщина. Как давай она рожать Мальчика. А он первый был, тяжело пошел. Она все пароли и крикнула. Тут бы всем конец. Да приехал он. Сам хорошенький, да находчивый. От фашистских нянечек спас ее. Но не спас от Хельмута с Барбарой. А не мальчика-то раздетого. У окошка пытали холодом. А с другого окошка камушком Падал вниз профессор рассеянный. И на сереньком чемоданчике Отпечатки нашлись советские. Мюллер так-то был не из добреньких, Но оттуда совсем распоясался. Он в глухой подвал посадил его И заставил спички раскладывать. А сам в дырочку стал подглядывать. Не разложит ли он слово родина. Тут бы всем конец. Да не сдался он. Сам спокойный и убедительный. Доказал легко, что он не шпион. А они... Болваны фашистские. Идет он по коридорчику. Ему честь отдают охранники. Знают все, что Максим Максимович. Но арестовать руки короткие. И плывет над ним сизооблако. Беломороды мок ядреного. И слезятся глаза фашистские. И не видят, что он в Буденовке. И не знают враги, что в принципе Победить невозможно воина, За которым стоит его родина, За которую он порвет их всех. И кто с мечом придет, Того мы мечом. А кто с кирпичом, Того кирпичом. Мы за родину Дружно встанем все. Ну а кто пришел, Те улягутся. Резервисты. Вас призвали в армию Для того, чтобы повысить Вашу воинскую Клава-пуфикацию. Значит так, Разберем сейчас учения, В которых вы, Идиоты, Принимали участие. Я тебе похлопаю сейчас. Я тебе похлопаю. Как говорится, Сидишь в засаде, Не свести хрисораде. Значит так, Кто тут орал у нас? Пупсиком. Я. Пуля, дружья. Я. Я вам приказал Выставить посты. Этот идиот Че сделал? Поехал на пост ДПС И выставил их на папке. Ну вот. Значит так, Осьминогин. 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 Встаньте на ноги. Знаете что, Осьминогин, Вы должны были Замаскировать орудия. Я понимаю, Что вы бухгалтеры. И привыкли Прятать. Но артиллеристы Уже третий день Бегают по лесу Снарядами В руках И ищут эти орудия. И думают Поместить эти снаряды В того, Что это так хорошо Замаскировал? Таранов. Таранов. Нос от муравья. Таранов. Вы не Таранов. Вы Баранов. Вас переучивали На наш новейший Секретный танк Т-90. Танк такой дорогой, Что Россия его не может закупать. Закупать только Индия И Пакистан. Так мало того, Что вы полезли в танк Вниз головой. Так вы еще отъели, Понимаешь, Такое заднее брюхо. Оно не пролезло. В люк. И торчало оттуда, И торчало оттуда, Как напоминание о новейшей военной угрозе. Нет, Натовские наблюдатели подумали, Что это наше новейшее секретное оружие. Сфотографировали это. И в ЦРУ пятеро агентов сошло с ума. Разгадываешь, что это за оружие И чем оно стреляет. Кукло Барбин. Кукло Барбин. Муха из Улья. Вот ума палатка. Кукла Барбин. Вы чертили карты. Вы объясните, Почему у вас Черное море Лежит в Африке, В районе метро Арбатская. Надо же думать. Как говорится, Две головы хорошо, А одна в каску не влазит. Морозов. Морозов. Да. Кебаб из Люля. Нет, вообще отморозил. Мы сказали, Взять холодное оружие. Этот идиот Взял и сунул Автомат в морозильник. Что это такое? Вот мне один идиот не скажет, А я скажу. Это ужас. Козюбенко. Козюбенко. Они почти поднимались в воздуху И уходили в сторону Америки. Как говорится, На чужой сапог, Не разевай роток. Рабовой. Высня. Так вышел и я. Если я портянка Для коня. Рабовой. Кстати, Вот вы Рыли окопы. Где вы работали До сборов? Ага. Я так и понял, Что на кладбище. Но же каждый окоп Был с оградкой. И принес моем памятник. Вот опёсин. Из трубы струя. Вот опёсин. Он мутант. На выделе Выданный вам спирт. Какая зажигательная смесь. Я видел, Как вы зажигали. Целовали памятник Суворова И спрашивали, Красотка, Почём час? Мне бы главное, Что как-то договорился. Ну, дальше. Будут были цветочки, Сейчас будут корнеплоды. Садомазин. Садомазин? Сапог от кутюрья. Садомазин. Вас послали Снимать чехлы СМИГ-29. Скажите, Где вы Учились Управлять Истребителем? Ага, Когда игрались На Соне Плейстейшн. Понятно. Чтоб вы знали, В момент взлёток Стойки шасси Была привязана Сражевая собака Найда. Когда она Приземлилась, Седая. Найда Заговорила. Причём Такими словами, Что бортовой Самописец Сгорел. От стыда. Ну, это всё, Игрушки, Товарищи Презервисты. Меня интересует Другое. Мачалкин. Да. Висячий Железнодорожный Мост Через Ереку Амударья. Мачалкин. Ну, вы Отмочили, А? Это вы Послушайте. Это ж надо С мобильников Взломать Компьютерную Сеть Пентагона И играть В морской Бой Кораблями Флота США. Всё. Кобздец. Мачалкин Победил. У Америки Нет флота. В общем, Товарищи Резервисты, После этого Вот Кошмара Позора И ужаса Я Я Спортянка Отгоняю. Если б я Сказал Тут Ты бы был Боксер Валуев Лилипуд Значит, Дорогие мои Сынки Я объявляю вам Благодарность Потому что Поднаблюдав За нашими Этими Учениями НАТО Решило сдаться России От греха Подальше А не поняли Родники мои Что с такими Идиотами Как мы Все-таки Лучше Дружить Чем Воевать Благодарю За службу Спасибо Спасибо Должен Налог Был исполнять Сейчас женский Продюсеру К нашему Подошел Говорю Ну дай мне Хоть что-нибудь Вот из одежды Чтоб Почувствовать С себя Женщиной Говорит Кризис Дали Вот Говорит Чувствую себя Женщиной Ладно Милые Женщины Извините Что я К вам Обращаюсь Люди Добрые Дайте Мне Что-нибудь Из одежды Не Ну правда Мне нужно С себя Женщиной Почувствовать Может Хоть Кто-нибудь Что-нибудь Даст Может У кого Вот Давайте Там Платочек Кофточка Может Ненужная Там Бриллианты У кого Завалялись Ну давайте Чего Ты смотри Как вы ломанулись Это же Я буду Как это Смотри Шерстяной Газовый И это И это Дуровой Бронзулет Да А у вас Техов уже нет Но с перламутровым Пухнем Спасибо Сынок А ты платок Нафиг Мамка Ты знаешь Что взял Ни хрена себе Это ты Что Помада Ну в принципе Нужна Конечно Ну давай Тогда я краситься Первый Конечно У тебя руки Трясутся Такая маленькая Отпьешь Спасибо Сынок Ты не Своеда Мамины Мама Помаши рукой Ты где Мать Спасибо Что-то Осталось Еще там Вот это Мне Зря Дала Это мне Только В нос Не налезет Девчонки Ну а вы же сумка У кого есть Ой Ну дайте мне Вот сумочку Две не надо Одну Вот Вот нормально Вот Представляете Выдите потом Телевизор смотреть И говорите Вон моя сумка Кто там рядом с ней С сумкой с моей Хрен знает Нормально Так Может духи У кого Не Я духи Не пью Че У Я одеколон Только Это что Пудра Давай пудри Меня Напурдри Меня Ты не заводись Какой Я же женскую роль Играть Сидим А ты раньше На мужике На своем тренировался Ну нормально Так Что же мне еще нужно Чтобы почувствовать себя Женщиной А Слушайте Девчонки Может у кого Два арбуза есть Вы че Сговорились что ли Откуда ты Брюс Галтер Ты такие здоровые Взяла Я думал Может там Это Две горошины Две рюридийские Мишка Смирнов Миш И ты еще прешь Что это Тебе тут платье передали Ой Кто же это лапушка Кто это девушка Кто это красавец Борис Моисей Слушай Еще теплый Ты когда успел снять Вот потеплее Вот Это В гости поедешь В Санкт-Петербург Это Это Если у нас гастроли В Израиль будут Это просто Что мне кажется Мишаня Я тебя моляю Миш Помоги мне Миш 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 В принципе Как снимать Я понимаю Обратные действия Конечно Давай Миш Миш Честно говоря Ты первая женщина Которой я это делаю А наполнение Я так понимаю Вот этим По размеру Сюда Представляешь Мишка Детей Если рожу Буду кормить Апельсиновым соком Душераздираюсь Чей зрелище Где вперед Где зад Очевидно Бабочкой вперед Так Давай-ка Да Не знал я тебя таким Я сам себя не знаю Подожди Бронзулетки Ну что ты Это какой-то Праздник У тебя как-то Живот округлился Тебе не так Миш Знаешь что Нехорошо платье Штаты Прикрой меня Что ли О Вот этим Большой Вот этим Давай По-моему Тебя уже не прикрыть Ничего Прикрой На Миш Низ Вот Штаны Снимать буду Прости Я думал Что ты Стесняешься 10 рублей Я отойду Миш Я не знал Что ты меня Ценишь Так недорого 100 рублей Это не стоит Пускай Сумочка Я думаю Что к розовому Голубое Все Михаил Свернов Чувствуй себя Юдашкиным Подержи камыш Ты это Серьезно Ну я же Девушкой Должен быть Как это Модно Вот теперь Все Мишка Ты бы Знала Все Мишка Ты бы Знала Спасибо Спасибо Михаил Все Теперь я Молодая Девушка Меня зовут Светочка Ой У меня Такая проблема Я не знаю С кем мне Жениться С Костей Или с Павликом У Павлика Нос красивый А у Кости Машина Большая Как быть У Кости Машина Класс Красивая Новая Хрюндай Называется А вот Нос у него Ну такой Шнобелина Я Когда с ним Познакомилась Я подумала Что он Для смеха К морде Баклажан Приклей Потом Смотрю Ой А он На нем Растет А у Павлика Нос Красивый Но машины Нет Мне Павлик Очень нравится Но если Вот куда ехать Я Что у него На носу Поеду А у Кости Можно И на машине И на носу Там еще Место Для двоих Останется У Кости Машина С люком Он летом Люк Открывает И туда Нос Высовывает Выгуливает Друга У него Такой Рунтель Он Когда на спине Плавает Все Думает Что это Яхта С парусом Мне мама Говорит Ну что ты Зациклилась На его носе Нос Это мелочь Я говорю Мама У него Не мелочь Там Такое Он Когда к врачу Уходит Его сразу Три лора Осматривают Один Держит Второй Лечит А третий Следит Чтобы первых Двух Не всосало Нет Пойду За Павлика Павлика Носик Маленький Волосы Растут Только Внутри Зато Павлик Живет В общежитии Написал Письмо Квартирный Вопрос Мне Нужно Сделать В моем Углу Метр На метр Кабинет Спальню Кухню И небольшой Спортзал А оставшиеся Место Я буду Сдавать Нет Я пойду За Костю У Кости Квартира У него Такой Нос Он В море Без акваланга Ныре У него Там Запас Воздуха На пять Часов Больше Чем У кита У него Когда Насморк Был Всех Соседей Снизу Затопило Все Пять Этажей Да Ну Его Этого Костю Пойду За Павликом Он У нас Маленький Красивый А денег Нет Он Пачка Доширака На три дня Растягивает Первый День Ест Лапшу Второй День Приправы А Третий День Короб А у Костей Деньги И машина Все Я Пойду За Костю Ну Подумаешь Нос Кстати Вот Если Со спиной Смотреть Нос Почти Не Видно Так Немножко С боков Выпирает Сантиметров Десятого Мне Мама Говорит Выбирай Жениха А то Останешься С носом Это что С Костей Что ли Не Я Пойду За Павлика Павлика Носик Маленький Красивый Аккуратный Но Павлик Студент У него Годовой Доход 12 рублей Зато Он Заботливый Мы С ним В парке Вчера Гуляем Он Говорит Светочка Ты не Мерзнешь Я говорю Нет Он Говорит Тогда Дай мне Своё пальто Погреться Мне все Говорят Тебе Надо Найти Свою Половинку Я Говорю Не Дай Бог У Меня Рост Метр Шестьдесят Делим Пополам Говорит Ну Нахрена Физеру показали Карену Аванесяну. Нормальные у Кости, но... Даже маленькие. Мама мне говорит, Светочка, ну когда ты уже определишься? Ты уже большая девочка, тебе уже 62 года. Ты пока думал, уже и Павлик помер, и у Кости машина сгнила. А сегодня какое-то шло. Какое? Сегодня ж пенсию дают. Всё, пойду на почту. Там Василий работает. У него, правда, уши огромные. И машины нет. Но я побегу, пока он не передумал. Пока.